С десяток лет назад Вся она была усыпана крестами разных размеров Самый большой, наверное, был с ладонь Ко всему этому на ней рисунки странные были Посмотрел я на это чудо, да и снес Кстати, пока в том месте ходил Чувство было, что подо мной есть что-то Ну и земля полая Погреб, может еще что Проверять не стал Сломал, достроил Получился у меня там коридор, ведущий на кухню Честно говоря, всегда себя неуютно чувствовал, проходя там Как я и говорил, началось все, когда я окончательно въехал Сперва шаги по ночам Мягкие такие, как у кота Но кота у меня нет Дверь иной раз хлопала Я, конечно, на ветер сваливал Но нравилось мне там все меньше и меньше А еще коридор этот жуткий Терпел я долго, успокаивал себя Но всему приходит конец Конец моему терпению пришел в первый осенний день В этот день я встретился с... С чем именно я до сих пор не знаю Посреди ночи я проснулся от ощущения, что на меня кто-то смотрит Окинул взглядом дом Сперва ничего не понял Потом пригляделся Из ненавистного коридора на меня смотрело Существо Метра полтора ростом Бело-желтого цвета кожи Неестественно Большая для такого тела была у него голова И длинные крючковатые пальцы Но самое жуткое Глаза Огромные, казалось, в них плещется сама бездна Это был не призрак Это существо было вполне материальным Я молча смотрел на него Оно на меня Словно собака Изучающая Я даже пальцем боялся пошевелить Вдруг эта штука медленно начала растягивать пасть Улыбаться Я рывком встал с кровати Через секунду уже был в коридоре Пустота И только едва слышный хохот Коснулся моих ушей О сне и речи не было До утра просидел со светом Попутно собирая вещи Само собой вернулся в город Домик пытаясь продать до сих пор Но сдается мне Не просто это будет Зря я тогда ту стену снес С крестами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok